Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Лиза Кей и в сегодняшнем выпуске я хотела бы с вами наглядно сделать разбор малюсенького диалога, который я нашла на просторах интернета московских институтов, диалога терапевта и клиента. Там буквально 5 строчек, но в этих 5 строчках кроется такое количество материала, что я не смогла сдержаться и не побежать, просто включить камеру и иметь желание разобрать вместе с вами, дабы, во-первых, продемонстрировать вам вообще, как много можно информации выжать из буквально нескольких слов не только клиента-терапевта, но и в принципе, да, нескольких каких-то фраз человека, как можно много о нем понять. Ну и показать, как в принципе действует наша психика невероятно, когда мы взаимодействуем с кем-то значимым другим. Не вижу смысла ждать, поехали. Итак, друзья, я вешаю, собственно, диалог вот здесь для вас, чтобы он вам был нагляден, а я его для вас зачитаю, он у меня тоже в компьютере открыт, мы будем вместе его разбирать. Я могла бы сказать что угодно, если бы не сдерживалась. И мне тоже, спрашивает терапевт, о нет, а почему мне нет? Потому что я надеюсь, что вы будете меня лечить, отвечает клиент. Давайте начинать разбирать с самого начала. Первая фраза. Я могла бы сказать что угодно, если бы не сдерживалась. То есть тут явно у человека присутствует какая-то часть его личности, которую нужно сдерживать. То есть есть какая-то часть, которая сдерживает другую часть. Сдерживает или удерживает, или, знаете, сразу какие-то такие синонимы приходят, да, прячет, подавляет, да, что-то такое, что-то там происходит. И тогда сразу появляется понимание, что есть какая-то часть, какая-то моя часть, да, я сейчас вот как человек буду размышлять, которую я по каким-то причинам считаю недостойно ее показывать. Ее нужно сдерживать, ее нужно прятать, ее нужно подавлять. То есть сразу приходит фантазия о какой-то плохости этой части, какой-то несовершенности или какой-то ничтожности, да, вот что-то, что там с этой частью, что ее нужно сдерживать. Речь идет о том, чтобы сказать что угодно, но вот я сдерживаюсь. То есть есть какое-то мнение, да, есть как что-то, что хочет высказаться, да. Вот давайте представим это частью или как личностью какой-то, которая имеет свое мнение, она хочет что-то сказать, но ей нельзя. Становится интересно, почему нельзя, что с ней там такое, не такое, что она там такое ужасное скажет. Здесь хочется, конечно же, приглашать в наш с вами диалог юнгианский психоанализ и начинать рассуждать про тень. Юнг познакомил нас с понятием тени, которое присутствует у каждого из нас. Каждый из нас обладает этакой теневой частью или теневой стороной. И это часть, которую мы, проживая свой жизненный опыт и взаимодействие с разными значимыми людьми, нарекли теневой. Или, если позволите, темной или, если позволите, какой-то неподходящей, не такой взаимодействия с другими, мы сталкивались с какой-то частью себя, которая этим значимым другим не подходила. И мы сделали вывод именно из этого опыта, что эту часть лучше, может быть, сдерживать, лишний раз не показывать, не выпускать кракена. И тогда этот некий опыт себя, этот некий опыт своей личности вытесняется в тень. И как будто именно об этом здесь и идет речь. Вот в самом первом предложении клиента или человека, с которым вы общаетесь, вы можете уже сделать такой огромный вывод. Может появиться такое важное понимание, что у этого человека есть некая часть. Я бы могла сказать что угодно, если бы не сдерживалась. Есть некая часть, которую он сдерживает, потому что он считает непригодной. Закрадывается вопрос, при каких обстоятельствах, в каком жизненном опыте эта часть была наречена непригодной. Хочется также спросить, кому она была непригодна? Кто был этот великий судитель пригодности? И мне тоже спрашивает терапевт. Ведь терапевт это действительно та самая безопасная нейтральная фигура, которая не только имеет образование и понимание психических процессов, и эта фигура, обладающая этикой, фигура, которая не оценивает, а пытается понять, что руководит вами, что происходит у вас внутри, и которая, конечно, получает за это зарплату. И как будто даже эта фигура не является безопасной для человека. О, нет, говорит клиент. Очень правильный вопрос задает терапевт. А почему мне нет? И в ответе клиента мы видим еще огромный балласт информации. Потому что я надеюсь, что вы будете меня лечить. И тут мы опять сталкиваемся с некой несовершенностью, ведь человек имеет четкое представление о том, что его лечить нужно. То есть здесь мы как будто подкрепляем вот эти теневые о себе знания. Я несовершенен. Публик несовершенностью прям разыграл, видите, на заднем плане. Я несовершенен, и это абсолютно точно. А вы лечите меня. Это первое. И второе, что будет иметь множество подпунктов, что происходит здесь, это, конечно же, перенос. Если вы не знакомы с понятием переноса, я вам сейчас расшифрую. Перенос — это абсолютно бессознательный процесс. То есть это то, что происходит бессознательно. Вы это не осознаете. Перенос — это когда мы переносим ранее пережитые чувства или опыт в взаимоотношениях на человека, который перед нами. То есть что-то, что мы переживали как опыт с одним лицом, мы переносим на абсолютно другое лицо. То есть мы видим в другом человеке кого-то другого. В этом диалоге становится понятно, что тут, скорее всего, конечно же, происходит материнский перенос на терапевта. Я надеюсь, что вы будете меня лечить. Наш клиент, который расщеплен как будто бы на идеальную версию и на какую-то вот эту теневую негативную версию, которую он активно сдерживает, считает, что если он цельным, да, предвстанет перед терапевтом или перед человеком, ведь эти переносы нам свойственны в любых значимых отношениях, то вот таким, вот какой он на самом деле есть, да, со своей вот этой теневой стороной, он будет отвергнутым. Нужно быть хорошим, плохое нужно сдерживать, и тогда меня вылечат или тогда меня примут или тогда меня полюбят, признают, будут слушать, да, будут, не знаю, переживать, будут сопереживать, будут лечить, будут помогать. Это подсказывает нам, что у клиента в жизни есть опыт, где во взаимодействии со значимой фигурой, тут, конечно же, кто у нас закладывает объектные отношения. То есть, изначимые фигуры, это всегда мама или папа. В контексте женщин у них перенос всегда двойной. Они перенос делают и материнский, и отцовский. У мальчиков перенос только материнский. Почему? Видео не хватит. Читайте, читайте психоанализ. Но тут, безусловно, тема отвержения, скорее всего, конечно, материнская. То есть, наш клиент переносит опыт взаимоотношений со своей матерью, в котором явно он много отвергался, много обесценивался, на терапевта. Клиент бессознательно в терапевте видит свою мать. И дабы получить от своей матери, ну, в кавычках, любовь, да, что бы это ни было, любовь, внимание, лечение, помощь, он бессознательно играет ту самую роль, которую ему приходилось играть, дабы получать от мамы, да, любовь, там, признание, заботу и все остальное. Он пытается играть в хорошесть, в некую хорошесть, в которой плохость приходится сдерживать. Я бы вам сказала все, что угодно. Если б я не сдерживала прямо сейчас плохую себя, которую плохой нарекла мне моя мать, и которую я из-за своего детского опыта знаю, что если я продемонстрирую, я могу столкнуться с отвержением значимой фигуры, которая передо мной. Поэтому хренушки я вам покажу, вы мне очень значимы, вы хороший психотерапевт, я очень хочу с вами работать, я там, я хочу, чтобы вы мне помогли, но я, собственно, то, с чем помощь мне-то и нужна, от вас и прячу, что самое интересное. В чем заключается терапия этого клиента и вас, мой дорогой зритель, если, может быть, вы себя в этом клиенте узнаете? терапия заключается как раз таки в обнаружении вот этой плохости. Что там за такая ты ужасная, которую ты прячешь? А что будет, если ты разрешишь себе такой быть? А кто там тебя отвергает? То есть терапевт технически, это то, что вы с собой можете отчасти проделывать, он пытается вот эту плохую ей, знаете, разрешить ей появиться. Слушай, а покажи, что там у тебя в сундучке, а можно я посмотрю? Я обещаю, я не рассыплюсь, я тебя не отвергну, я здесь, чтобы проверить, а правда ли там все так страшно, как ты фантазируешь? А правда ли ты такая ужасная, как тебе рассказывали? А что там за ситуации такие, в которых тебе рассказывали про твою ужасность? Ребенок по своей природе невероятно аутоагрессивен. Что такое аутоагрессия? Это когда мы агрессию направляем на себя. То есть в ситуациях, где ребенок не обязательно, может быть, является причиной проблемы, он делает вывод, что проблемой все-таки является он. Например, мама пришла с работы уставшая. Жиза, жиза. Ребенок весь день ее ждал. Ребенок прибегает к ней и очень хочет с ней играть. А мама говорит отстань. Достал. Еще может добавят, знаете, сверху. Достал. Ты слишком громкий. Потише. Почему ты такой неугомонный? Ну вот что-то еще накидает сверху. Не дай боже, господи. У ребенка недостаточно причинно-следственных связей, психики, аналитики, чтобы сделать анализ ситуации. Да, мама устала, она сейчас не хочет играть. Ребенок может ошибочно сделать вывод, что вот мама не хочет играть именно потому, что я плохой. Потому что я, может быть, как-то не так подошел, я слишком громко орал. Может быть, надо было, вот если бы я вот так подошел, а не вот так, вот тогда, может быть, она захотела со мной поиграть бы. В этом заключается аутоагрессия ребенка. У него недостаточно ресурсов, чтобы понимать, что в этом мире не все происходит из-за него. Это очень печально, но это то, с чем приходится сталкиваться. Поэтому человек имеет свойство собирать ошибочный опыт своей неправильности и собирать вот эту некую теневую часть, которую он, возможно, ошибочно нарек плохой. Потому что тот, кто оценки давал, все-таки является субъективным. Мама не бог и мама не судитель в последней инстанции. Мамы бывают разные. Каким-то мамам ребеночек тихоня очень нравится и подходит. А какие-то мамы такие стимулирующие говорят, что ты тут сидишь? Иди играй, беги, что с тобой не так? И тогда ребенок делает вывод, что если он какой-то скромный, тихий, интровертный, то с ним что-то не так и задавливается еще больше. И вайса-верса, конечно же. Ребенок может быть наоборот какой-то супер-гипер импульсивный, энергичный. Маме может очень сильно мешать и надоедать. И мама может так тяжело вздыхать. Как же тебя много. А его немного. Но его много именно для этой мамы, с которой может быть что-то происходит. Она может уставшая, она может затюканная, у нее может отец алкаш, у нее могут быть свои какие-то переживания. И ребенок тогда делает невероятно ошибочный вывод, что его бывает много. И этот вывод он переносит на все свои значимые отношения. И тогда зачастую этот ребенок во взрослом возрасте находит себе партнера, который ему вот эти прекрасные любовные истории отыгрывает, который продолжает ему говорить как же тебя много. Этот уже взрослый человек, взрослая девушка или мужчина говорят, ну да, я знаю, да, я привык уже, как собственно наш этот герой, здесь героиня, я привыкла себя сдерживать, да, у меня есть это знание, что у меня может быть много, поэтому каждый раз, когда мне говорят, что у меня много, я прям сразу соглашаюсь, да. Вот такой вот анализ, дорогие друзья, здесь поднимается тень клиента и изучается уже непредвзятым, нейтральным, да, этичным взглядом терапевта, анализируются ситуации, может быть, в которых клиент, если он их помнит, да, вот этой вот своей мрачности теневой, да, научился, они анализируются, они разворачиваются уже взрослым, да, умом клиента, который способен действительно проанализировать, понять, что там реально происходило, расставить по местам все позиции, может быть, сделать вывод, что а не такой уж я на самом деле плохой, как я думал, и тогда происходит такая легализация вот этой теневой стороны, тогда человек наконец-то начинает обретать целостность и свободу самовыражаться, проявляться, да, говорить о себе, и напротив сидящий него, да, в этом случае терапевт перестает быть матерью, наконец-то становится собой, да, начинает становиться вот человеком, за которого ты не переживаешь, да, тебе не кажется, что если вот ты, не знаю, покричишь или там поэмоционируешь, что этот стоящий напротив тебя, он развалится, да, вот можно, можно проявлять себя и не неси ответственность за стоящего напротив, ну и, конечно, тогда позиция вот это вы меня будете лечить тоже пропадает, это такая позиция не брони ответственности, да, я такая маленькая, я ничего не знаю, я вот сама не умею решать, да, или помогать себе, вот вы такая большая терапевтка, да, вы меня вылечите, и чтобы все хорошо стало, спасибо, появляется ответственность за процессы, появляется вот такое, мы с вами вместе, да, вот давайте разберем, вот моя тема, да, давайте вот вместе встречаться и разбирать, вы как специалист, я как человек, который несет полную ответственность за свою жизнь и придет и расскажет, да, что мне там комфортно, что некомфортно, что мне нравится, что мне не нравится, что происходит в моей жизни, и что бы я от этой жизни хотела, и тогда мы наконец-то лишаемся этой условной любви, только когда я какой-то, я заслуживаю быть любимым, принятым, да, вот там, вылеченным, инцетра, инцетра, я такой, какой я есть, со всеми своими несовершенствами, уязвимостями, уникальностями, особенностями, проявляюсь в этот мир, я могу действительно кому-то не подойти, кто-то напротив меня сидящий может даже со мной не согласиться, но я от этого не рассыпаюсь, я от этого не исчезаю и не теряю ценность, и это все прекрасно исследуется, изучается и разбирается в терапии, в терапевтическом сеттинге со специалистом, который этичен, нейтрален, способен понять и способен вам подсветить, чтобы вы вместе посмотрели, изучили и были приняты какие-то решения для создания лучших сценариев вашей комфортной жизни. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен, дорогие друзья, я буду ждать ваши отзывы, отклики и мнения, и, конечно же, вопросы в комментариях, надеюсь, на ваши пальчики вверх, это невероятно помогает каналу развлекаться, развлекаться, развиваться, оговорочка по Фрейду, ну как же без нее, я пойду развлекаться, спасибо, и увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok,